Всем привет! В этой новой серии выпусков я расскажу об основах трейдинга. Скажу сразу, я торгую только криптовалютой, поэтому все примеры будут только на графиках криптовалютных пар. Если вы уже занимаетесь трейдингом и получаете какой-то доход, хотя бы минимальный, то данная серия выпусков скорее всего не даст вам новой информации, но возможно я ошибаюсь. Если же вы новичок в этом деле и хотите побольше узнать об этом ремесле, то добро пожаловать. В этом выпуске я расскажу вам что такое цена, как она формируется и как отображается. Начнем с того как цена формируется, для этого поговорим о биржевом стакане. Вот так выглядит рабочее пространство биржи Binance. Биржевой стакан расположен вот здесь слева от графика. Биржевой стакан это список лимитных заявок на покупку или продажу от трейдеров, которые не хотят покупать или продавать по текущей рыночной цене, а хотят купить дешевле или продать дороже. В реальном времени стакан выглядит вот так. Это постоянно исполняющиеся заявки, которые сменяют новые. Поэтому для удобства рассмотрим статичную картинку. В середине стакана расположены заявки с ценами, наиболее близкими к рыночной цене. Например в данном случае рыночная цена за один биткоин 10 587 долларов и 20 центов, а в стакане лучшая цена от продавцов 10 589 долларов и 2 цента, лучшая цена от покупателей 10 586 долларов и 54 цента. То есть текущая рыночная цена располагается между этими ценами. Тут возможно возникает небольшая путаница, как купить или продать по рыночной цене, если ее нет в стакане. Но все дело в том, что эти наиболее выгодные заявки на покупку и продажу и формируют будущую рыночную цену. А рыночная цена, которая указана на графике в данный момент, это результат предыдущих сделок по наиболее выгодным заявкам. То есть цена на графике 10 587 долларов и 20 центов отражалась некоторое мгновение назад в заявке в стакане, которую удовлетворили. Тут и кроется механизм формирования цены на рынке. В данном случае, чтобы сделать цену за один биткоин равной 10 589 долларов и 1 цент, нужно купить 0.095 биткоинов за 1015 долларов. Если вы не хотите ждать лучшей цены за биткоин и хотите купить в данный момент, то вы должны выбрать под графиком вкладку маркет и указать в этом окне только количество биткоинов. Ваша заявка сразу же исполнится по наилучшей цене на продажу и заявке в стакане. И сделка будет отображена в ленте сделок справа от графика. Если первой наилучшей заявки не хватило, то есть вы купили больше биткоинов, чем предлагал продавец, то будет задета и следующая в очереди заявка и в ленте будет отображено несколько записей. Так как цены вашей покупки будут различны. Если вы не хотите покупать биткоины в данный момент, то вы выбираете вкладку лимит, указываете цену и количество биткоинов. Купить можно только по цене ниже рыночной, продать по цене выше рыночной. Кстати, стоит отметить, что лучшую цену на продажу называют ASK, а на покупку BIT. То есть получается наоборот, но это в том плане, что вы создаете спрос или предложение на рынке, когда удовлетворяете эти заявки, совершая сделку по рынку. То есть, когда вы покупаете по наилучшей цене ASK у продавца или когда продаете по наилучшей цене BIT покупателю. Разница между ASK и BIT в текущий момент времени называется спредом. В нашем случае спред равен 2 долларам 49 центам или 249 пунктам. Разница в процентах 0,02%, что соответствует хорошей ликвидности рынка. Так, тут сразу же залетело несколько терминов, давайте по порядку. Пункт или тик, это наименьший возможный шаг цены. По заявкам в стакане видно, что цена биткоина имеет 2 числа после запятой. То есть, 1 пункт это 1 цент. Ликвидность это свойство актива быть быстро проданным по цене близкой к рыночной. То есть, если вы купили биткоин и сразу же захотели его продать, вы можете сделать это практически по той же цене, если не будете медлить. Вот, например, график криптовалюты ETH. Ровный график с небольшим количеством разрывов. А вот график криптовалюты SOL. Сразу же бросается в глаза рваность графика. То есть, SOL менее ликвидна, чем ETH. Торговать нужно только хорошо ликвидные активы, не создавайте себе лишних проблем. Низкая ликвидность обусловлена отсутствием лимитных продавцов или покупателей. Их еще называют маркетмейкеры. То есть, на каких-то ценовых уровнях вам просто некому продать свой актив. Или не у кого его купить. Из-за этого сделка совершается в каких-то отдаленных от текущей рыночной цены точках. И образуются вот такие разрывы, или как их еще называют, гэпы. Гэпы часто появляются при открытии бирж. С криптой такое не работает. Так как криптовалютные биржи круглосуточные. Но вот вам один пример со схожим механизмом. Биржа Binance закрылась по техническим причинам и обновляет свою систему. Тем временем другие биржи работают. И цена, например, на биткоин продолжает расти. В то время как на бирже Binance цена на биткоин стоит на месте. Вопрос. Захотят ли продавцы после открытия биржи Binance продавать биткоины по какой-то цене близкой к цене на момент закрытия биржи. Если на других биржах цена на биткоин успела сильно вырасти. Ответ скорее всего нет. Не захотят. Они будут стараться продать биткоины по ценам близким к ценам на других биржах. Соответственно покупателям придется заплатить за биткоины больше. И произойдет ценовой разрыв. На самом деле гэпы появляются всегда. Чтобы гэпов не было, все заявки должны располагаться с шагом в один пункт, или цена должна побывать в каждом пункте. Просто гэпы не учитываются при формировании таймфрейма. Они учитываются лишь при переходе к следующему таймфрейму, где их и можно увидеть в виде маленьких или больших разрывов цены. Итак, гэп это разница между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего. И таким образом мы плавно подобрались к графическому отображению цены, но хотелось бы подытожить сказанное. Каждая цена это соглашение о ценности достигнутая всеми трейдерами в данный момент времени. Она показывает их сиюминутную оценку рынка. Каждый трейдер может выразить свое, пусть малозначимое, но мнение, отдав приказ о покупке или продаже, или отказавшись торговать в данный момент. А теперь рассмотрим существующие сегодня способы графического отображения цены. Для самостоятельного изучения графического отображения цены, а вместе с темой основ трейдинга, рекомендую вам прочитать книги Стива Нисона «Японские свечи» и «За гранью японских свечей», а также книгу Джека Швагера «Технический анализ». Не рекомендую вам торговать по этим книгам, но для получения базовых знаний о трейдинге они отлично годятся. Итак, приступим к рассмотрению графиков. Что такое таймфрейм? Таймфрейм это временной интервал, в течение которого цена изменяется только вертикально. На платформе TradingViv по дефолту доступны такие таймфреймы, в секундах 1, 5, 15, 30, в минутах 1, 3, 5, 15, 30, 45, в часах 1, 2, 3, 4, также есть день, неделя и месяц. Минимально бесплатный таймфрейм 1 минута, а дальше вы можете сделать любой другой таймфрейм, отличный от базовых, если у вас есть платная подписка, или даже использовать секундные. Теперь давайте пойдем от простого к сложному. Самый простой способ изобразить цену, это кривая линия, пусть будет установлен таймфрейм 1 минута. Таким образом, цена каждую минуту формируется в одноминутных рамках, то есть цена может изменяться только вертикально, когда минута заканчивается, цена переходит к следующей одноминутной рамке, то есть изменяется горизонтально. Ну а как цена изменяется вертикально вы уже знаете, это удовлетворение лучших лимитных заявок в биржевых стаканах. На всех таймфреймах механизм одинаковый, просто большие таймфреймы складываются из меньших. Теперь усложним графическое отображение цены, перейдем к барам и японским свечам. Чтобы проще было понять как они формируются, рассмотрим как можно сформировать бар из линии. Возьмем 15 минут на линии и сформируем 15 минутный бар. Преимущество баров и свечей в том, что они наглядно показывают максимумы и минимумы, которые цена сделала в течение таймфрейма. Вместе с этим бары и свечи, так же как и линия, показывают цены открытия и закрытия. Цена открытия это цена в начале таймфрейма, цена закрытия это цена в конце таймфрейма, все просто. Чтобы построить бар нужно провести 4 горизонтальные линии, от точки открытия, от точки закрытия, от точек максимума и минимума. И теперь где-нибудь в стороне можно построить бар. Черточка слева это открытие бара, справа закрытие. Верхние и нижние концы бара показывают значения максимума и минимума, которые цена сделала за таймфрейм. Так выглядит 15 минутный бар. Свеча от бара отличается лишь тем, что имеет прямоугольник между ценами открытия и закрытия, то есть тело. Верхние и нижние концы свечи называются тенями. А теперь давайте сравним то что мы построили с баром и свечой, который построила система, когда формировался таймфрейм от 17 часов 15 минут до 17 часов 30 минут. Также на трейдинг вив есть такие графики, как пустые свечи, хейки наши, это свечи, которые отображают не текущую цену, а такую цену, чтобы отфильтровать небольшие колебания цены и таким образом лучше показывать направление движения цены. Рассчитываются они по таким формулам. Также цену можно отобразить в виде различных проявлений линии. Отдельной группой стоят такие инструменты для графического отображения, которые не учитывают время. Это ренка, линейный прорыв, каги, крестики-нолики и рейндж-бары. Эти графики хорошо концентрируются на существенном движении цены. Ренка состоит из восходящих и нисходящих кирпичей. В данном случае размер кирпича 200 долларов. Сколько бы времени не колебалась цена внутри кирпича, пока цена не изменится не менее чем на 200 долларов, следующий кирпич не добавится по направлению движения цены. Чтобы добавился кирпич против направления движения цены, цена должна измениться в другую сторону не менее чем в 2 раза, то есть на 400 долларов. Преимущество графика ренка в том, что он отчетливо показывает тренды. Следующий график называется линейный прорыв. В этом графике в отличие от ренка, где все кирпичи равны, бары имеют разную длину. Такие бары строятся по следующему принципу. В основу ложится истинная цена закрытия таймфрейма. Если, как в данном случае, дневной таймфрейм закрылся выше максимума предыдущего таймфрейма, то разница между закрытием и предыдущим максимумом отображается в виде зеленого бара. С красными барами аналогично, таймфрейм должен закрыться ниже предыдущего минимума. Если цена осталась в диапазоне от максимума до минимума предыдущего таймфрейма, то график это никак не отображает. Следующий экзотический график это Каги. График Каги выглядит как совокупность параллельных вертикальных линий, соединенных короткими горизонтальными отрезками одинаковой длины. Каждая отдельная вертикальная линия относится к существенному движению цены в одну сторону. Как только цена пройдет в противоположном направлении определенное количество пунктов, то на график добавится новая вертикальная линия, которая соединится с предыдущей линией горизонтальной перегородкой. Перегородка, соединяющая линию роста с линией падения, называется плечом. Перегородка, соединяющая линию падения с линией роста называется талией. Зеленые и красные линии заменяют друг друга по следующим правилам. Когда зеленая линия уходит выше талии, цвет меняется на красный. Когда красная линия превышает предыдущее плечо, цвет меняется на зеленый. Следующий график игнорирующий время это крестики-нолики. Как и предыдущие графики, этот также игнорирует боковое движение цены. Крестики означают растущую цену, а нолики падающую. Как и Ренко, крестики-нолики имеют размер коробки. Если его увеличивать, для добавления на график крестика и нолика цена должна будет проходить большее количество пунктов. Вместе с этим, как и Каги, крестики-нолики имеют разворотный коэффициент, который определяет, насколько цена должна развернуться, чтобы образовался новый столбец символов. Если его увеличивать, число столбцов будет сокращаться. И последний график в нашем списке это рейнджбары. Такой график строится следующим образом. У рейнджбара есть цена открытия. Во время формирования бара ведется учет величины колебания цены. В это время от точки открытия растет тело бара. Величина бара от минимума до максимума ограничена заданным интервалом рейндж. Он измеряется в пунктах. В данном случае я выбрал интервал в 1000 пунктов, то есть 10 долларов. Это означает, что как только размер бара от минимума до максимума становится равен 10 долларов, рост бара прекращается. При этом, если цена колеблется в пределах бара, изменяется отметка его закрытия. Но если цена выходит за пределы бара, то он закрывается и начинает формироваться следующий бар. Итак, в этом выпуске вы узнали самые основы, как цена формируется на рынке и как отображается. Хочу еще добавить, что изучение трейдинга это трудоемкий процесс. Вам обязательно нужно читать книги. В этом выпуске я уже порекомендовал вам несколько книг для старта. Джек Швагер технический анализ и Стив Нисон японские свечи, а также его вторая книга за гранью японских свечей. А на этом все, всем удачных сделок и увидимся в следующих выпусках.